Позавчера было более 400 вызовов. Люди сели в машину в 9 часов туда и вышли они 20 минут второго ночи. И то, чтобы в туалет сходить, ну и хоть что-нибудь в рот засунуть, хоть что-нибудь покушать. Работа на пределе возможностей. За 19 тысяч рублей в месяц должны трудиться фельдшеры Рубцовской скорой помощи после отмены ковидных и стимулирующих выплат. Кто хочет подзаработать немного больше, берет дополнительную нагрузку. Заходит на смену не сутки через трое, а сутки через сутки. Я нашла свои расчетки за 2018 год. Было 40-45 тысяч. В этом году я работаю на те же две ставки, но зарплата у меня едва ли дотягивает до 30. Соответственно, моя зарплата по сравнению с 2018 годом уменьшилась практически на 15 тысяч. Чтобы обеспечить себе хоть какую-то более-менее достойную жизнь, мы вынуждены забросить семьи. Мы работаем здесь сутки через сутки. Дети без родителей по сути растут. Ну и мы здесь по большому счету умираем. Мы оба работаем на скорой помощи. Я фельдшер, муж водитель, еще и двое детей. Соответственно, это тяжело. На такую зарплату существовать и как-то жить. На весь Рубцовский район приходится 9 бригад. При норме в 16. Отсюда и за предельное время ожидания. Недавно люди ждали скорую 3 часа 40 минут. И не по причине вирусных инфекций, а по причине нехватки рук. Очень много вызовов. У нас есть дом. У нас пятиэтажный дом. Пять подъездов. И к нам подъезжают пожилые люди в основном живут. И несколько скорых подъезжает. Конечно, нагрузка большая. От такой нагрузки и низкой оплаты за нее фельдшеры бегут из профессии. Всего за два месяца уволилось 30 человек. Медики говорят, что обращались и в Краевой Минздрав, и правительство края. Но пока зарплата растет только в рапортах чиновников. Мы написали везде. Говорят, что средняя зарплата медработников в Крае хорошая. Независимо от нашей. То есть отдельно взятая зарплата отдельно взятой организации не имеет значения для общего. Уходят из службы и водители скорых. По их словам, перерасход бензина они должны компенсировать за свой счет. В зимнее время нормы бензина сделали такие, что машины не укладываются. На вызывах приходится стоять в мороз. Машины тарахтят. Перерасход бензина идет. Этот перерасход бензина вешают на водителей. Сейчас где-то литров 60 минус. То есть это вам придется компенсировать? Ну, на нас будут вешать. Медики говорят, что они в отчаянии. Но знают ли в Министерстве здравоохранения о том, что за несколько месяцев скорая помощь Рубцовска осиротела сразу на 30 человек? Ответ на этот вопрос мы намерены получить у профильного ведомства. Туда направляем официальный запрос. Возможно, пока ждем ответа, еще кто-нибудь из медиков успеет уйти. А куда уходят, не знаете? Куда сбегают и уйдет? Не поверите в торговлю. Пивом торговать люди уходят. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.